Приветствую вас, дорогие бизнесмены, дорогие вип-партнеры. Вы молодцы. Вы знаете, я очень хочу от сердца поблагодарить вас, каждого, за то, что вы трудитесь, за то, что вы делаете, за то, что благодаря вам сегодня есть люди, которые со слезами на глазах благодарят Иисуса Христа за то, что Он для них сделал. Но, знаете, так интересно, в Библии написано «за вас». Знаете, что в Библии «за вас» пишется? Это написано в послании Коринфянам, в 9 главе. Смотрите, как интересно. Апостол Павел, он с 8 главы начинает говорить о пожертвовании. Он говорит о церкви в Македонии. Вообще, эта церковь в Македонии, она очень известная до сих пор. Я сегодня буквально смотрел в интернете Македонию. Боже, какая она сейчас. Это просто какая-то что-то невероятно сказочное. Ну вот слушайте. Вот он говорит, все время здесь за финансы. И вот в 9 главе он подходит к тому, что он говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Вы слышали это, да, выражение? Потом дальше говорит. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. То есть, знаешь, когда ты даешь, то он учит тебя давать всегда финансы, давать их не с огорчением и не с принуждением, а вызывать в себе любовь, вызывать в себе желание, как бы доброходно дающего. То есть, как будто бы ты хочешь этого, как будто бы ты ищешь этого, как будто бы ты как охотник за тем, чтобы дать. Вот написано, такого любит Бог. Я думал, что Бог любит и того, который не хочет давать. Оказывается, нет. Оказывается, вот такого человека написано, любит Бог. Теперь слушайте дальше. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, и речь сейчас идет не о служении, а о вас личной, о вашей жизни, всякое довольство, а потом уже говорится, были богаты на всякое доброе дело. Две вещи. Ваша жизнь и чтобы ваше служение финансовое, оно было мощным. Теперь дальше говорится, как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает в век. Это говорится за Иисуса. Представляете? Правда его пребывает в век. То есть, когда мы расточаем, когда мы отдаем, мы в этот момент делаем что-то, что Бог называет праведностью. Правда его пребывает в век. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Смотрите, до чего интересно. Бог всегда, когда дает деньги, Он дает две вещи. Дает семя. Сеющему, то есть Он дает тебе семя, чтобы ты пожертвовал, Он всегда тебе дает семя и дает тебе хлеб в пищу. И вот здесь, вот в эти моменты, ты всегда должен знать это. Но слушай, что дальше. К чему я веду? Где за тебя говорится? «И умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит, внимание, благодарение Богу». Представьте, через нас, через наши жертвы, через наши партнерские, через наши десятины производится благодарение Богу через других людей. Смотрите дальше. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». То есть, представляете, когда у сестрички, к примеру, у нее болит яичник, у нее болит там шейка матки, она там ходит в эту больницу, она уже не знает, что ей делать, у нее уже нет денег, у нее нет надежды, она это все терпит, пьет обезболивающее, ждет, когда вообще это все закончится. Это страшная для нее жизнь. И вдруг, во время телекрусейда, положите руку на больное место, она ложит руку на больное место, и тепло прошло, и она исцелена, и она говорит, «Иисус, хвала Тебе, Иисус, хвала Тебе!» Ну, кто, кто это сделал? Бог! А посмотрите, кто воспроизвел это так, чтобы люди славили Бога? Партнеры. Искреннее общение с ними и со всеми. Я просто, знаете, когда читал, ну, вот раньше, за это особенно, я все время размышлял и думал, думаю, человек, который, вот, у него могут быть плохие чувства в этот момент, у него могут быть плохо дела в бизнесе, у него, может быть, нет денег, ему эта верность чего-то стоит, знаешь, и он даже не чувствует себя хорошо, его атакуют бесы, может, в это время, да, но он даже не представляет, что в этот момент, когда он остается верным, Бог делает где-то чудо, и кто-то славит Бога, благодарит Бога, и Бог видит, он видит это благодарение, и он понимает, он понимает, почему это произошло, потому что чья-то верность оказалась дорогой к этому чуду, чья-то верность, понимаете, да, о чем идет речь, интересный такой момент, что насколько важно для нас всегда опираться не на чувства, не на то, что в нашей жизни там происходит, а целеустремленно двигаться вперед, ни в коем случае не сдавать назад, никогда, никогда не позволять себе усомниться в чем-то, никогда не позволять себе где-то поколебаться, потому что 10.38 евреям пишется, праведной верою жив будет, «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». У Бога есть душа, и он говорит, «Не благоволит к тому душа моя, кто поколеблется». Представляешь, но праведной верою жив будет. То есть нам нужно верить даже, ну, знаете, верить легко, когда видишь, а когда видишь совсем противоположное, вот это и называется верой. Вот это вера. И верой, именно верой мы угождаем Богу. Видя невидимого, Моисей был тверд. И вот посмотрите дальше, как интересно говорится, «Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Вы должны всегда знать это, что вот этот момент, он настолько ценный, он настолько важный, чтобы каждый из вас понимал, не опирайся на чувства, не опирайся на обстоятельства, не опирайся вообще на то, что происходит в мире. Сегодня может быть одно, завтра другое. Скоро может быть такое, что вообще мир покроет какая-то чума. Понимаешь? Люди будут бояться вообще выглянуть в форточку. Может быть война покроет весь мир. Может еще что-то. Мы должны оставаться теми преданными слугами Божьими. Ведь Иисус это все говорил, что это будет. И это все исполняется. И мы служим. Мы идем вперед. Продолжение следует...